Важные кому-то... Роутер Wi-Fi. С модемом. Это наручники с участием? Да. Роутер TP-Link. Даже номер могут сказать. Это отдельно. Это роутер модели. Роутер 1, а модель еще. Модель 700. Интертелеком. 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 Гитара. Интертелеком. 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 С каждым затриванным працюет Тавопа, Гомазов, адвокат. Ситуация такая же, это очень странная ситуация. Все ребята проходят как свидетельцы, и их по двое, по трое отпускают. Те, кто подъехал, скинулись ребята на бутерброды, сейчас они подкушают трое. И часть находится в Шевченковском обороне. Семен Семенченко тут, Егор Соболев поехал, он поехал с Шевченковского РОВД. Хочется в нормальном, абсолютно непредмитном настроении, кроме тех, кто в лекарни, потому что друг Орест был очень сильно побитый, и друг Дикий также. Ситуация, вы сами видите, что я был. Но кто сейчас еще может, будь ласка, все равно приезжайте до тех активистов, которые сейчас рядом РОВД. Приедуйтесь все равно, мы должны быть тут, сейчас морально, социально, быть в Среда. Поднимайте свои одни места, швиденько приезжайте, чтобы мы тут были. Тернапель, залежчики, борщиев, а ну поведомка. Тернапель, залежчики, борщиев. Спальники, спальники, спальники. Челтків, гусяк, всіх. Спальники. Ну, если кто-то думает, что прибравши на метал-местечко будет запиленный протест, то это полная маячня и полная дурня. Протест, он не в местечко, он в наших головах и сердцах, еще раз повторюсь. И он будет продолжаться с еще большей силой. Хочу сказать, что социальный статус всех незаконно затриманных, свитки, их не выпускают, незаконно сюда. Там показывают всем каналам гранату, которые выношили стратегольную гранату. Паша Богомазов, это адвокат, который, начиная с Паши, можно я тебя представлю? Паша Богомазов, это наш адвокат Руху Новых Сил, наш друг Руху Новых Сил, практически все затримания, начиная от Шегинь и других протестов. Паша уже, напевно, профессор протестного защита. Друзья, я напоминаю, что Рух Новых Сил, мы оставили нам этого места еще перед Новым Рухом, но наша позиция очень простая. Мы должны быть солидарными с всеми теми, кто воспринимает свой мирный протест, но против них будет использоваться физическая сила. Поэтому, хоть мы разные организации, Рух Визуков, Рух Новых Сил, но все вимоги у нас тоже. Мы должны понимать, что все эти требования, они не для тех, кто только сидит в даметном месте или выходит на марши. Это интересы всей Украины против олигархического вклада, который будет усиливаться этой полицейской страны. Поэтому, я думаю, что все равно будут протесты спалаховать так, как театрские повстанцы это делали, так это будет по всей Украине. И я думаю, что мы в ближайшее время также голосуемо в ближайшее веке, зібраня с всеми, кто не согласен с Порохом, и с тем вкладом, который укоренится в Украине. Я не знаю, мне нужно сказать, что телефон мне связал с сетей. Так у хлопцев у кого-то везли. Я дам, что звонит внутрь, что в шеверный дядя. Доброе. Друзья, еще раз повторюсь, то приеднуйтесь, чтобы тричьи не повторяться и не продолжать. Друзья, все, которые находятся в Печерском роде, проходят как святки и по одному, по трое после работы адвоката их отпускают. Но те, кто сейчас едет, пожалуйста, доезжайте до наших активистов, которые находятся под РВД, для того, чтобы морально быть с пацанами и давить на полицию. Скажите, пожалуйста, а вы одна из первых тут в Кутрак? Да. Скажите, пожалуйста, как до вас ставились? Розди, я вам покажу? Что, блядь? Тихо, тихо, тихо. Давайте по вам, что, какие речи? Призвище, имя, по-батьку. Роспотографуйте. Блазка, я вам все покажу. Как они до меня поставили, зараз. Блазочка, я же не боюсь. Хорошо. Стягните, будь ласка, у меня болит. Мне тоже болит. И все, стягните, будь ласка. Зараз я. Ну а что ж, и все, стягните, будь ласка. Рукав потягните. Куда ты ехали? Сюда я рукав потягни. А кто так записал? Розумею, номер пометаю. Бл***. Ой. Ой. Может, не треба зараз тут лякати номер. Мы поверим вам в нас на слово. Так, ну не. Малярна рука не та. Я буду помогти. Да, допомогайте, что ж вы. Поможу просто. Пропало. Я буду рукой, тихо. Главное, не понимаете. Стягните. Тримайте, есть, больше? Угу. Ну, вы видите, друзья. Ну, все, вот это мы и так поставили. Не, 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 поднимают руки. Ну, все. Пометово не поднималось, пока не вправлю. Паша, скажи, пожалуйста, два слова, которые ты действуешь и что делаешь сейчас? Ну, кроме того, что мы людям разъяснили, что они могут против себя не свідчить по 63-й Конституции, також очень большая проблема, что у мирных протестующих пропало очень много вещей. Ну, вот мы не только там наметы, как показывают, но их личные вещи. Это и документы, это и мобильные телефоны, это и зарядные пристрои, это всего-то, да. Это очень важно також повернуть, если люди не совершили ни одного злочину. Поэтому мы сейчас пишем как раз заяву, чтобы все это майно выдержали. Сколько тут отпустили уже людей ваших? Я не готовий сказать. Мой коллега, адвокат, також там зараз. То есть, пытаемся держать. Это ваша? На вашей? Да, на моих я. Кого не допитывали? Кто не был на допитке? Давайте. Давайте, давайте, будешь вечером, чтобы это... Все были на допитке? Я не могу. Нет, не могу. Я не могу. Давайте. Я, так же? Не могу. Да, о, о, о. Я спросил, что еще нет? Висятьте. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ты что? Алексей, смотри. Не могу. Нет, нет. Я знаю. Друзья, я буду завершивать стрим. Друзья, адвокати працюють, вже є частина відпущених, але для того, щоб це відбувалося швидше, я прошу приїжджати до Печерського РОД, вулиця Московської Триці. Там зараз наші активісти біля входу є, але для того, щоб тут не було жодних інших дій, так скажімо, провокацій зі сторони поліції, тому, будь ласка, приїжджайте, морально підтримуйте бути солідарні, піднімайте своє одне місце і швиденько приїжджайте на вулицю Московської Триці.